Шеннерей XY256C Шеннерей XY256C совершенно новая модель, которая пошла в серию в 2015 году. Во многих технических решениях она повторяет уже известную многим модель Шеннерей XY256B, перелицованным коном которой является мотоцикл Viper VXR250. Тем не менее, в этой модели есть ряд кардинально иных решений. Одним из основных отличий от модели 6B является конструкция рамы. В этой версии конструкторы понизили центр тяжести и уменьшили высоту седла на 6 см, одновременно сузив его ширину. Плюсами такого решения стал на порядок более удобный вариант размещения для людей с ростом менее 175 см. Причем важно и то, что меньшая ширина сидения обеспечивает более естественную посадку, без постоянного ерзания влево-вправо в желании размять тазобедренные мышцы. Для некоторых это может показаться сомнительным новшеством, но на самом деле это важный момент, который появляется с течением эксплуатации. К тому же, такой вариант удобнее для езды с частыми остановками, когда вы просто выставляете опорную ногу и спокойно достаете ею до поверхности, не заваливая мотоцикл в сторону, как например в модели XY256B. Также увеличилась и общая длина сидения на 6 см. Это сделано для удобства пассажира и в данном случае подкреплено более развитыми ручками под естественный хват с обеих сторон. Они более ухватистые и удобные, пассажир точно не бросит мотоцикл при езде по ухабистым дорогам. Кстати, для большего удобства пассажира производитель изменил конструкцию глушителя. Он стал заметно меньше и упрятан глубже под заднее крыло. Еще одним отличием является конструкция подвески. Угол наклона передней вилки конструкторы изменили. Конструкция траверсы также несколько иная и отличается по местам креплений в угоду чуть лучше угловой жесткости. Также это изменение несколько смягчило передачу ударных нагрузок от работы подвески непосредственно на руль. Не кардинально, конечно, но прохождение крупных неровностей теперь не так отражается на стремлении руля освободиться от сжимающих его рук. В задней подвеске применен иной маятник, удлиненный и облегченный для некоторого уменьшения неподрессоренных масс. Смещение оси заднего колеса с одновременным изменением наклона вилки увеличило колесную базу мотоцикла. Суммарное увеличение составило 5 см. Эта прибавка и обусловила большее удобство размещения водителя и пассажира и ряд изменений в поведении мотоцикла при езде. Основное, что изменилось, стало больше комфорта при езде. Подвеска в целом мягче, чем на XY 256B. Она точно приятнее в ходу при езде по дорогам с мелкими неровностями. Они просто не ощущаются. А в случае с крупными, нужно просто чуть уменьшить ход, и мотоцикл точно и достаточно упруго пройдет кочку. Важно и то, что клиренс модели, то есть расстояние до нижней точки, уменьшился по сравнению с моделью XY 256B всего на 1 см. И составляет 320 мм. Таким образом, возможности по геометрической проходимости мотоцикла изменились совсем несущественно. Про двигатель добавить особо нечего. Это тот самый мотор, который уже зарекомендовал себя с положительной стороны на модели XY 256B. Как говорится, от добра добра не ищут. И тяга хорошая, и передачи подобраны как надо. Паспортная максималка чуть-чуть больше, чем на XY 256B за счет общего снижения массы мотоцикла на 9 кг. Да и зона комфортного перемещения переместилась в сторону несколько большей скорости, опять же благодаря смягченной подвеске. По эргономике мотоцикл очень похож на модель XY 256B. Разница лишь в конструкции фары. Она имеет более вертикальный и объемный рефлектор с установленной лампой стандарта HS1. Поскольку внутреннее пространство корпуса фары весьма большое, можно заменить стандартную лампу мощностью 35 Вт на вариант большей мощности и тем самым повысить светоотдачу. Хотя и в заводском исполнении свет фары не вызывает особых нареканий. А вот указатели поворота на этой модели выглядят хуже, чем на собрате. Это, конечно, не столь существенно, потому как и резиновая ножка крепления гибкая, и светят ярко, но внешний вид мог бы быть и получше. Панель приборов по конфигурации такая же, но нет тахометра. Он заменен аналоговым спидометром с механическим тросовым приводом. С точки зрения удобства это минус, хотя и не для всех. Не все же ездят и переключаются только по тахометру. А вот с точки зрения эксплуатации это более надежный вариант исполнения. К простой механике всегда меньше вопросов. Приятное внимание к мелочам выражается и в том, что все наклейки на пластиковых панелях и боковых накладках мотоцикла заботливо оклеены пленкой во избежание царапин при транспортировке. Резюмируя все вышеизложенное, можно констатировать, что данная модель отличается от собрата более комфортной подвеской и лучшим удобством размещения для не очень высоких водителей. В принципе это два критерия, к которым и стремились инженеры Шины Рей, когда проектировали XY256C. Остальные характеристики у этих моделей весьма схожи. А разный внешний вид это вопрос ваших пожеланий и предпочтений.